В феврале народному художнику России Николаю Павловичу Лою исполнилось бы 95 лет. Творчество этого замечательного человека, который значимую часть жизни провел в нашем городе, вспоминали в историко-краеведческом музее на встрече друзей и коллег по цеху. Николай Павлович Лой прожил удивительную и интересную жизнь, да и сам он был удивительным человеком. Родился в 1925 году в городе Молочанск на Украине. В 1943 году ушел на фронт и провоевал до победы. Вернувшись, закончил Харьковский художественный институт. В 60-х годах переехал в Норильск. Крайний Север и Арктика стали его творческой родиной. Картины того времени наполнены снегами, морозом и лаконичной красотой северных широт. В 1987 году Николай Павлович переехал в Славянск на Кубани. И мир увидел другие работы, не менее тонкие и красивые, наполненные кубанским колоритом. И сочными красками юга. У него была своя уникальная техника, свой уникальный стиль, в которых проявлялся и характер, и талант. В Москве, в каждой картине, глядя на каждую его картину, можно сразу определить, что это картина Николая Павловича Лоя. Ведь в ней столько экспрессии, они целостные, широта мазков просто удивляет. А не говоря еще о картинах, написанных акварелью. Это что-то волшебное. Он творил что-то невообразимое. В зале историко-краеведческого музея, которому, кстати, Николай Лой подарил 70 своих картин, собрались поклонники его творчества, славянские художники и жители, которые были лично знакомы с Николаем Павловичем. Они вспоминали случаи из его жизни, о том, как он поддерживал и развивал изобразительное искусство в нашем районе, помогал молодым художникам. В жизни он очень простой был. И что такой, как говорится, гигант искусства приходил к нам на Арбат, разговаривал, общался, подсказывал что-то. И причем все это было в такой доступной манере общения. И сейчас вспоминаю, и просто жаль, что он ушел от нас, и что сейчас не сможет прийти, что-то подсказать как-то. Пообщаться с нами. Картины Николая Лоя экспонировались более чем на 150 выставках. Сейчас живописные полотна и акварели художника находятся в частных коллекциях и национальных музеях многих европейских стран. Как лучшие образцы советской живописи работы Николая Павловича были переданы в дар Фиделю Кастро, премьер-министру Канады, преподнесены президенту России Путину. Он награжден 11 правительственными наградами и единственный на Северном Кавказе имеет звание Народный художник России. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа События.